Господу помолимся для начала Да, у Марина видео до сих пор включено Во имя Отца и Сына и Святого Духа, аминь Господи, и Сыне Божий Хвала Тебе, Хвала Тебе, Господи Благослови наше собрание сегодняшнее, проходящее 13 июня Чтобы все было в премудрости Твоей, Господи Во славу Твою, Хвала Тебе, Отец, Сын и Святой Духа, аминь Так, сегодня у нас 13 июня, очередное собрание интернет-общины Пожалуй, третье уже по счету, может быть, будет Будем мы на этом собрании делиться Какими-нибудь событиями, наблюдениями, которые произошли с нами Или с кем-нибудь из близких Ради только одной цели мы здесь собираемся Очень важная, она описана в Евангелии Это послание апостола Иоанна, первая глава Первое послание, первых седьмой стих Что если ходим во свете, как подобно, как он во свете То имеем общение между собой И тогда кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха То есть, три условия нужно соблюсти Во-первых, ходить во свете В свете вести жизнь святую Иметь общение между собой Господи помилуй Общение, это включает себя Все, что мы в общении Это просто беседа Это может чем-то поделиться В чем-то обличить, в чем-то помочь Общение, это не только на словах, конечно, прежде всего Это какое-то взаимодействие между братьями и сестрами И тогда кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха Последним условием Просто одной верой, как я тут общаюсь с православными людьми Я верю, я верю во Христа, там говорят даже Без святого духа таких слов не скажешь, само собой Ну а своими делами, своей жизнью они показывают обратное Даже сейчас я сижу И может вы слышите, как там работает газонокосилка эта бензиновая Путина неладно Да, и на этой неделе у нас Двунадесятый праздник Четверг Вознесение Господне Я уже об этом говорил Там на вечерних молитвах Немножко я согрешил Ну я себе виню, конечно Ну не так сильно Ну в чем смысл, что вот этот был день Я вроде помнил, что праздник В этот день И тут мне уже ближе к вечеру Снова незнакомый Так называемый православный Спрашивает, как я там, что Приглашают меня там выехать В центр куда-то там, не знаю Что-то встретиться Я говорю, не могу я сейчас Потому что мою бетономешалку Сегодня цементировал целый день Тут столбики Не целый день, полдня практически Он говорит, а как же ты Сегодня же праздник Сегодня же свято И вот действительно Сегодня же это Вознесение Господне А я работал И думаю Ну сейчас Хотел я вообще Отнести речь Прежде всего Не городским людям Потому что городские люди Там у них понятное дело Свой режим дня Это тоже Когда работаешь На пятидневке Шестидневке То какой-то На десятый На десятый праздник Ты на работу Должен выйти Я думаю Вот как это так Вот эти православные люди А я имею в виду В основном деревенских Вот Любой воскресенье День Вот сейчас воскресенье На огородах Смотрю Все копошатся Это нет разницы Где-то работает Что-то делает Он косит вон Траву Церковь Никто почти не ходит Вообще Напрочь Зато Наступает Двенадцатый праздник Какой-то Какой-то Наступает Двенадцатый праздник И все это Как Работать нельзя Со страхом Прям люди Каким-то Суеверным страхом Вот воскресенье Нарушают они Обязательно Какой-то работой Двенадцатый праздник Все сидят по домам Я действительно обратил внимание Четверг Я занимаюсь Копаю Там Делаю раствор Круг тишина Никого нигде нету Я даже как-то сначала Не обратил внимания Но потом заметил А потом Вспомнил Сегодня же праздник И думаю Вот до чего дошли люди Вот это православие Довело людей До чего До абсолютно Вот такого Вот Не знаю Скотинивания Что Воскресный день Ну это такое дело А вот какой-то праздник Там Придшистая Какаясь Там еще Вознесинья Работать нельзя Просевать Чистый четверг Там все Воскресенье Такое дело То есть у людей Нет страха Божия Перед Библией Что Библия Есть главным авторитетом Все-таки В первую очередь Это воскресный день Субботний день Нужно соблюдать В нашем случае Это уже воскресный день Это Вечность уходит Вечное Субботство Вот не понимает Библия не знает Не боится На десятый праздник Они все по норам сидят Боятся работать Перед друг другом Даже боятся Любой другой день Пожалуйста Поэтому нужно нам Об этом говорить И вспоминать Что прежде всего Священное Писание И заповеди Господни А остальное Это пришло уже с веками Все эти праздники Думаю сложились Больше сейчас К четвертому веку Остальные там К седьмому К девятому веку Например Введение во храм Пресвятой Богородицы И все Все проще Это все Пришло гораздо Позже И оно действительно Это все Благо есть И добро Такой Богослужебный Сложный Круг Который у нас есть В православии С множеством всяких Отличительных событий Дней В один день Там На икру нельзя Рыбу В другой день Там До первой звезды Нельзя принимать пищу Тут какой-то праздник Там какой-то праздник В общем Все это в голове Сохранить Весьма даже сложно Оно помогает Должно помогать Но В современных условиях Только Закрывает людям Истинный свет Который есть Священное Писание Главное Жизнь во Христе А не какие-то Соблюдения Там Двенадцатых праздников Похороны Эти все Православные Печальные зрелища Свадьбы Венчание В храмах Ничего хорошего Сказать не могу Вот Вот что Главное Мое наблюдение Которое было На этот День Не Ну Так Братья Вы уж сразу Денис Включаем камеру Пожалуйста Выходим И делимся Развиваем Себе талант Общения Это всегда Пригодится Вот Что читалось В храме Говорилось Вот Надо говорить Сразу Пожалуйста Прежде всего Сам включу камеру Виноват Кому-то Учил Сам не включил До сих пор Анатолий Микрофон Микрофон Мир всем Поделюсь Я тут Просил молитв Ездил в Читу Пытался Стретиться С митрополитом Это самое Ну Ничего не получилось Но оставил Ему Обращение Распространял Брошюры Игнатия Тихоныча Ну Вот Пока Безрезультатно Благочинный Обещал Приехать Прошло время Он Своего Обещания Не сдержал Все И прихожане И священник Все Заняли позицию Молчаливого Замалчивания Просто Меня сейчас Замалчивает Замалчит И замалчит Поэтому еще Обращение Не все то знают В чем В чем речь Была В чем речь Я Обращался Благочинному По поводу Проведения Собрания Приходского Чтобы Решить Скрещением Полным чином Это самое Торговлю Прекратить Создать Общину Ну И тем Самым Решить Закрыть Этот вопрос Раз и Навсегда Но Раскололись Можно сказать Раскололись Я один Остальные Ну Там на Три части Я Откололся От целого Одна Часть Заняла Позицию Выжидание Правда Это или нет Вторая Так Третья часть Которая Полностью Ну Как Обвинила Меня В сектанстве Что Я ушел В секту И т.д. И т.п. Вот Поэтому Я Обратился К митрополиту Благочинному Священнику Нашего Прихода Который Служит У нас Здесь Ну И Результат Пока Нулевой Поэтому Прошу Молитв Дальше Уж Как Болу Удаст Ну И Собираюсь Слоид У меня Все Пока Слава Христу Это Хорошее Дело Аминь Если Так И Пробрало Значит Можете Отрясти Прах От своих Ног Пока Даже И Кровь Будет На них Так Сказано Писании Если Видел Брата Согрешающего Грехом Смерти И Не Сказал Ему Он Умрет Грехе Своем А ты Будешь Роб Его На Рукав Твоих А если Ты Обличал Его И Наставлял На Путь Господень А он Не Послушал Тебя То Совесть Твоя Чистая Это Пророка Езекииля В 3 Главе Сказано Что Нужно Хотя Засвидетельствовать Сильно Конечно Было Быть Чудо Если Там Прям С Одного Письма И Кто Тоб Обратились И Сразу Обратили Внимание Как То В самом Деле Как Мы Сразу Не Заметили А Действительно Какая Торговля Какое Там Таинство Платное Надо Собрание Общину Делать Так Сразу Это Вообще Не Бывает В природе У нас Православной Ну Это Хорошее Свидетельство Если Быть Честным Это Я Уже Давно Пробиваю Насчет Общины С Крещением И С Купле Продажей С Симонии Ну Этого Я Не Знал Благодаря Игнатию Тихонычу Борюсь Насколько Бог даст Поэтому Еще раз Прошу Поминать Бог даст Пробьем Дальний Восток Забайкальский Край Так Что Так Митрополит Димитрий Сейчас Скажу Фамилию Елисеев Вот Благочинный Андрей Кисов И Протоэрей Вот На всякий Случай Так Что Все Аминь Мир Всем Слава Телефоны Связь Там Почта Электронная Соцсети И По Субботам По Воскресеньям Успевал Как Потому что Другие дни Священников Не застанешь Нигде Я старался За один день Как можно Больше Храма Посетить И хотя бы Как-то Передать Документы Как-то Со священниками По Пару Пару Раз Меня Просто Выгоняли Пару Раз От Меня В конце Концов Просто Забывали Отмораживались Как сказано Ну Конечно Такой Свет Который Я там Нес Им Просто Он Их Ослепляет Не понять Не могу Как это Так Зачем Люди Не верующие По-настоящему Бога Не знающие И которые Держатся За свою Структуру И Иерархическую Ипархиальную Какую-то Из нее Они боятся Выпасть Потому что Куда он Пойдет Дальше Копать Не могу Как сказано В притче Евангельска Копать Не могу Куда Делать Работать Они Не пойдут Уже Многие Из них И не знают Как это Так Он Окончил Семинарию Там 20 лет И всю Жизнь Мочит Людей Куда он После этого Пойдет Они Уже Многие Больны Просто К 30 40 Годам К 50 Годам У них И диабеты У многих И ноги Больны Руки И все И желудки И всем В чем Можно Потому что Физической Нагрузки Почти Параллельно Никакой Так Там Уже Господь Их Смеряет Очень Многих Поэтому Не в таком Отчаянии Пытается Дотянуть Свой Век В этой Лжи Они Достойно Себя И Выполняют Все Эти Люди Практически Почти Без Исключения Так У нас Тут Я все Хотел Платить Внимание Что У нас Все Чаще Просто Нету На занятиях На собраниях Таких Людей Которые Были Очень Среди Нас Активными Например Как Виктор Ярош Из Украины Совсем Постоянно В статусе Недосягаемости Тяжело Видно Человеку И Чувствую Он Ревнует Сильно О вере Ревнует О господи Союзников Нет Соратников Нет И он В этой Суете Там Просто Это Ли Переживет В конце Концов Переживет Это Перерастет Ну Или Так Просто Можно Совсем Не знаю От веры Не отпасть Ну Куда Так Можно Попасть И Нема Дмитрия Лемеша Кто Может Знает Что С Дмитрием Из Москвы Брат Никита Виктор Савченко Вопрос У меня Такой А Вот Михаил Кальмаев Помнишь Такой Брат Был Потеряю Приезжал Много Раз Вот В нашем Сообществе Я Как-то Его Не Замечал И Вообще О нем Данных Нигде Нет Кто Знает Что С Братом Михаилом Кальмаевым Кемеровская Область Не Помню Где Он Живет Если Кто Знает Что Сообщите О чем Молиться Жилой Нежилой Вообще Никаких Данных Нет Уже Сколько Месяцев Не знаю Даже Много Времени Да Хороший Брат Очень Ревностный Такой Андрусенко Отошел Так и Кальмаева Что-то Не Видать Брат Кальмаев Это Такой Брат Хороший Железнодорожник Он Рассказывал Своей Жизни Как он Живет Но У него Нет Он Не Отошел Я Не Сказал Как Андрусенко Андрусенко Конкретно Отошел Андрусенко Просто Но Андрусенко Да Он Там Вообще В ересь Ушел А Славя Кальмаев Нет Кальмаев Кальмаева Такая же История Как у Многих Который Кто уже Вкусил Блах То побывал Потеряя В кинослужбе Пожил В общине Там Потрудился После этого Когда возвращаешься На свое место Ничего ты не можешь Там поделать На месте С этим Состоянием Поэтому Человек Просто Находится В таком Разрыве Двойственности Да Как Александр Марьясов Да Тоже Нет Его не видно Чат не попадает Сюда Да И про Марьясова Не слышно Но бывают Люди Отходят На время Потом Возвращаются Мало лишь В жизни Происходит Нельзя так сказать Что он прям Ушел Навсегда Уже Ну да Братья Просто Сейчас Брат Я скажу Еще Прошу прощения Просто Молиться Надо Об этих Братьях Кого нету Среди нас Кто отпал От Александра Андрусенко Вот Мы не просто Как бы здесь Языками чешем Да Вот называем И На прицел Молитвы Возьмем И Отошел Ну тут По горящим следам Нужны эти Вот самые Такие свежие Люди Например Да Как Дмитрий Лемеш Ну я там Посмотрел Ролик Который Был на канале Там Выложен Беседа Была Вячеслав Семенов И Николай Штахов Игорь Дебуно Это я примерно Понял Там Чтобы Разногласия Надежда Васильевна Подключите Пожалуйста Тут просто Видите Такая Ситуация Что Апостол Павел Для всех Сделался Всем Как сказал Для Иудеев Как иудеев Для подзаконных Как подзаконы Для не имеющих закона Как бы не имеющих закона Для всех Сделался Всем Поэтому Какие то есть Убеждения У человека Например Которые Ну не суть Они на спасение Это сильно Не влияют То за них Так стоять И створиться С братьями Там Понимаете Что Кто там Кто более Кто был Более Кто был более Жестокий Там Желтый Зеленый Белый Или красный Из этого Нельзя стоять На своем Просто Настолько Так Обрубать Контакты С человеком Он просто Соблазн Подать ему Ну ладно Просто Тут Неманик Действительно Тут Такая Часто Ситуация У нас Чаще всего Нарушается Вообще Это когда Прежде чем Один на один Человек По христову Правило Высказать Если не послушает Призвать второго А потом уже Церковь У нас Чаще всего Как бы Сразу Лупишь Прям Как будто Ко всем Да еще Ну можно И сказать Как бы Сразу Да На вывести На всех Но как-то Завальюрованной Форме Может без имен Где-то У нас часто Так бывает В рост Сделается И человек Тут Например Не выдерживает Да Все мы Разные Люди Страстные И как бы В свою сторону Слышал обвинение Уже впал Какое-то Уныние Какое-то Страх Уже Какое-то Отвержение И обратно Вернуться Уже Очень Непросто Бывает Не все У нас Не все Люди Одинаково Как говорится Здоровые Духовно Не важно Кем он был Военным Невоенным Военные Тоже Еще бывают Очень ранимыми Ребятами Даже Может Более Чем Мерзкие Мерзкие Притерлись В этих Распрах И ряздрах В интригах А человек Военный Прожил Пол жизни В казарме Или где-нибудь Там все В открытую Более Тем более Мужской Коллектив С него Выпал В сообщество Людское А тут Уже Все сложнее Тут и Женщины Есть И мужчины Мужчины Женщины Все сложнее В таким Интригам Не всякий Привыкнет Это я Про брата Дмитрия Лемеша Хороший Такой парень Как-то Потеряли Нужно Его Как-то Вывести Снова Сюда Остальных Тоже Не потеряли Его Они С Николаем Списали Созвонились Нормально До друга Прощения Попросили Николая У него И тот По сообщениям Пока еще Но там Насколько Я понимаю Дмитрий Все-таки Его просто Решко С нами Его здесь Нету С нами А это Часто Не на молитве Не на занятиях А это Большая Угроза Для души Когда ты живешь Там Тем более В Москве В мире Надо молиться Особенно Потому что Ну можно Отпасть легко Действительно Какая-нибудь Там Женщина Появится Еще Кто-то И все И туда Пошел Человек В не ту сторону Хорошо Слава Богу Что Дмитрий Не с нами Точнее С нами Кто еще Может Такие Подвиги Рассказать У меня Подвиги Уже Меня Уже Все Хорошо Знают Борисполи Последний раз Я оставался Как бы Воскресные занятия Я был На низких занятиях Воскресных У нас Борисполи Изначально Был один храм Православный Общий Такой На развилке В конце Борисполи Большой Такой А потом Со временем Начали новые Появляться И всего Сейчас Около Четырех Пяти И еще Не считая Киевского Патриархата Ну как бы Которые Получили Томаса Они там Стали собираться Еще до Томаса Народ Простой народ Туда не разбирается Кто там Томас Не Томас МП Не МП Храм стоит Крест вверху Поется По православному Туда все Идут А там Ничем нет Там еще Может быть Даже хуже Украинский Этот Православный Получивший Независимость Этого Томаса Украинская Церковь Местная Она Еще может быть Хуже В чем-то И Московской Патриархии Там Я как общался С некоторыми Священниками В чате В этой Новой Церкви Украинской Так они У них Там Один Упор Так Оце Москалі Якщо Щас Не Подобайся Чемодан Вокзал Гите У нас Тут Все У них Те Хоть Могут О Боге Сказать Хотя Б Просто Для Виду А Этих Больше Всего Так Это Проповедь Незалежность Украины Патриотизм Геть Москалів И Вообще Ничего Нету Я Ходил Ну я Там С ними Общался Но я Был Последний Раз Когда Хотел Остаться На Воскресных Занятиях У нас Самый Большой Храм Борисполи Он Был Сделан Кафедральным Там Теперь Приезжает Правящий Епископ Антоний Наш Антоний Масендич И Ануфрий Иногда Антоний Это Бориспольский И Барварской По связи С Общественностью И Ануфрий Это Наш Предстоятель Украинской РПЦ МП Они Приезжают Туда Регулярно Свои Архиерейские Службы Проводят Всю Эту Суету И Там Оказывается Надо пойти Я Представлял Подозревал Что там Будет Думаю Ну Просто Присяду Буду Просто Молчать Слушать Но В итоге Долго Я Там Молчать Не Смог Пришел Раньше Всех Собралось Как Человек 6 8 Все Тетеньки Без Исключения Даже Вообще Даже Может Один Мужчина Может Был Один К 7 Примерно Один Мужчина Ну И Тук Как Мужчина Бритый Года Рождения Я В 96 Году Помню Уже Там Уже В школу Начинал Ходить Первый Класс А Он Время Только В пеленках Лежал Но Тем Не Менее И Начались Занятия Я Молчал Молчал Немного Говорил Потом Зашел Разговор И Просто Этого Священника Видел С его Пападьей В супермаркете В Борисполе Ну Он Хоть С бородой Видно Выделяется А рядом Пападья Его Просто Ничем Не отличается От обычной Девушки Мирской Женщины Волосы Крашены Кажется Светлые Джинсы Точно Женские В обтяжку Сумочка Не знаю Ногти Не ногти Обычная Мирская Женщина Пападья Ничего Мирской Говорить Зашла тема По поводу Что Насчет Женской Одежды Я говорю Что Женская Одежда Это Сугубо Это Может быть Платье И у них Понеслось Это Все А как Это Платье А как Там Ушотландцев Началось А вот Это Само Вот Во что Я Одет У него Подрясник Священник Скорю Ну Это Осталось Из Истории Это Наследие Нам Сейчас Женская Одежда Это Платье Юбки Мужская Одежда Брюки Тут Он Не мог Согласиться Иначе Какой Он Священник Хозяин Семьи Если У него Жена Ходит В джинсах Потом Еще Пошел Разговор Монашесть В общем И с ним Я не мог От своего Отступить Строго Ему Высказал Но Мне Сказал Больше Не приходить На занятия Ну Я Блаженно Изгнанные Правды Ради Да Мне тут Нечего Делать С вами Действительно Плохо Приходите У вас Тут Они Еще На первую Ступеньку Общения Даже Не вышли В библейском Свете А Они Уже Прощащаются Исповедуются Там Рано Ей заниматься Ну Очередной Раз Мне Как бы Не допустили На собрании Прогнали Можно Сказать Это у меня Постоянно Поэтому У меня Есть Думаю Еще Раз Я Кое-что Хотел Сделать Распечатать Снова Листочки Только Уже По теме Торговли В храме О Десятине Святой И Торговли Запрещена Со всеми Законами Канонами Священным Писанием О Десятине Материалом И просто Раздать Там В этом храме Они страшно Боятся Я сколько раз Доставал Камеру Снимать Тут же Прибегает Попадья В другого Священника Матушка С второго Этажа Тут же Начинает Выпущенный Бежать На волатарь Стучаться Что-то Кто-то Камеру Снимает Как они Торговлю Идут То Священник Тут же Появляется Из ниоткуда Меня спрашивают Просил я Благословения На съемку Люди Там Глубоко Невежественные Зашоренные Очень С такими Непросто Но Иногда Для разнообразия Нужно Тормошить Немножко И себе Себя Оживлять Чтоб Совсем Мхом Не покрываться Не превращаться Не деградировать Православного Такого же Измолна Который Как флюбер Когда идет С кадилом По храму Кругом За ним Не вертеться Вот так Это уже Последняя степень Деградации Православия Или бегать За священниками Там 93-го года Рождения 96-го Грождения И у них Благословение Выпрашивать Мужики Дядьки Такие Смотрю Там Жиз прожил Там видно А он бегает За ними За мальчишками Этими Которые рукоположены На 5-7 лет Раньше Чем требуется И у них Благословение На что Зачем Выпрашивать Никто не понимает Просто Надо Микрофон Денис Микрофон Вроде Включен Теперь Слышно Меня Да Да Слышно Я писал Но я Дополню Хочу поделиться Что был Сегодня В храме Читалось Деяние Святых Апостолов Как раз Говорилось О том Что Войдут Лютые Волки Не щадящие Стадо И из вас Самих Восстанут Люди Которые Будут Говорить Превратно Дабы Увлечь Учеников За собой Забавно И одновременно Боязно Потому что Читал Это Священник Полностью Бритый Как бы Напричь Даже Щетины Никакой Не было Вот Эти же Лютые Волки Читают Эти стихи Писания И люди Слушают Без доли Сомнения Для них Как бы Все нормально Все спокойно Меня просто Это Немножко Задело Решил Решил Поделиться Как бы У меня Все Где вы Живете Санкт-Петербург Культурная столица Может Тут Какое-то Случение С Украины Приехал Хотя Может И болен Бывает Такая болезнь Мужчина Растет У них На лице Но И такое Случается Одно Из двух Или Католичный Украины Западной Или Болен Чем-то Гормонами Какими-то Да А я Действительно Не знал Не знал Я только что Открыл Богослужебное Чтение Сегодняшнее Действительно Вот эти Деяния 20-я Глава Начинается Прям Через Через Вот эти Стихи Я сегодня Стоял Там Что-то Читали Я даже Не разобрал Честно Даже Не понял Какое Местописание Читается Сегодня Я особо Не напрягался Диакон Там Проревел Пропел Что-то О чем Для кого Зачем Театр Абсурда Тут Что просто Разве Апостол Священник Читает Вот Да Действительно Может и Священник Если Больше Никого Нет Мы же Не знаем Нет Возможно Это был Не Священник Ну Просто Сама Суть Все равно Ну да Это Не важно Да Тут Такой же Нюанс Священник Не Священник Кто в Клире Находится Он Бритым Не Может Быть Как и Любой Мужчина Принципе Православный Он Не Должен Бритым Кто Был Ледиаком А Может И Панамарь Какой Виталий Интересно Скажет Как он Сегодня Ездил Не Ездил Свой Храм С новым Священником Который Десяти Наберет Слышно Нет Слышно Нет С дороги Слышно И тебя Слышно А Слышно Ну да Я тут Иду Просто Ну я Вот С храмом И с Димой Были Сегодня Ну Священник Как бы Идет Он Спринимает Все Обличения В его Сторону Хочет Исправляться Я уже Говорил Александра Зовут Поменить Его Чтоб Ну Какая Никакая Община Есть И он Ну Мы ему Постепенно Я ему Рассказываю То Что Вот Я видел Да Вот Лапкиных Кайф Идет Какая Это Работа Ужин 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 Да, сегодня Деяние, 20 глава, 16-18, 28-36 читается. Хорошо делают, что читают. Плохо они... Я заметил, как священники сейчас делают. Те, которые хоть стараются хоть что-то делать. Хотя, по моему строгому общему мнению, храм, где идет торговля, там это полноценным храмом назвать нельзя. Но там есть священники, которые, по крайней мере, после какого-то чтения, евангельского заденили, они после этого выходят и говорят, как проповедь. Но это не проповедь, на самом деле. Это просто они как бы пересказывают теперь на русском, на украинском, прочитанном церковно-славянском, и прилагают какое-то краткое там толкование. То есть, по сути, это даже как бы не проповедь. Это просто, ну, можно назвать проповедью. Полноценно только если бы они это на сегодняшний день переводили, экстраполировали. А так-то они просто выходят, читают на понятном языке, уже пересказывают чтение и прилагают толкование. И все. Настоящие проповеди, наверное, в том смысле, что проповедь она живая. А их не проповеди психические, они абсолютно одинаковые. Они звучат как в 2021 году, так и могут и в 1051 году звучать. Абсолютно то же. Они как бы хороши, назидательны там в чем-то, но они никого не тронут. Просто прочитать толкование и не оживить его на сегодняшний день, это просто полдела. А если бы он прочитал сегодняшнее чтение евангельское, ему бы сказать, ну вот расскажи нам про волков-талютах, нещадящих стада из вас самих. Тут там скидывали про Ария, я смотрел, читал в чат общий. Когда там Ария, Ария там начал ереси свои изрекать, то написано восстала там вся церковь там и все-все дела. Я слышал наоборот, что такие времена были, как раз в 4 веке, что чуть ли не одна домовая церковь на весь Константинополь и на всю империю сохранила истинную веру в Троицу Святую. Остальные все были арианскими, я разве не прав? Тут Феофан Затворник прямо написал, что как только вот написано. Арий стал отвергать божество Сына Божия и Его Единосущая Бога Отцу, на Него поднялась вся церковь. Все верующие во всех концах мира едиными устами исповедовали, что Господь Иисус Христос есть Сын Божий и народный Бог от Бога. А как Николай Чудотворец, когда Арий там выступал, по этой истории известной, и никто не знал, чему ему даже ответить там. А точнее, это Афанасий был. Это был Афанасий Великий. А он встал тогда и ответил, а кто будет судить мир? Христос, и все как будто глаза открылись-то. Я не понимаю, это какой момент истории тут описано, когда вся церковь во всех концах мира единосущная, отвергла ересь Ария. Если мы находим, что наоборот. Пребывало 99% в ереси. То пришлось, то по устам бить Ария, то Афанасию, дьяконам обличать его и людям глаза открывать. Ну ладно. Просто я заметил. Это нечто похожее на сегодняшний день. Об этом писал Гнатти Тихоныч. Что были такие времена в истории. Когда еретиков считали православными, а православные считали настоящими еретиками. Вот мы к этому пришли. Но теперь нас, кто пытается Слово Божие оживить в народах, в массах, в церкви, считает еретиками. А эти самые, которые служат в храмах литургии, находятся, ну еретиками прям назвать, конечно, мы не можем так грубо, но близко к тому. Потому что церковный славянский язык держится всеми руками и ногами. Почитайте только эти комментарии под любым роликом, где только затрагивается тема, что нужно оживить богослужение понятным языком. Сколько находится людей? Примерно 8 из 10, которые несут какую-то действительно ересь, а какой-то благодатности, благодухновенности церковно-славянского языка. А, еще хотел вспомнить, смотрел недавно ролик, вышел новый, ну как новый, ему уже почти месяц, Германа Стерлигова. Ему приезжают иногда люди, там снимают репортажи. И он там устраивает такую аутодафи, этот самый Герман Стерлигов. Все так показательно, или он любит, он такой же человек. Умеет преподнести им. Деляга же самый настоящий, опыт большой есть. И к нему приезжают, дарят книги разные. У него большая библиотека. А он их пересматривает, и книги, которые какие-то еретические, например, ну практически все книги, которые художественные книги, какие-то псевдоисторические на его смысл, и которые имеют перевод, как он говорит, массорецкий. Ну я так понимаю, это все, синодальный перевод, ну и все прочие, которые там пошли позже там делать какие-то уже, сектанты начали как-то там умягчать язык какой-то, уже вульгализировать немножко на новый лад. Он развел костер, и просто его сын показывает, вот нам повезли книгу. Это перевод новый там библейский, это все юридический перевод. И чух, бросает в окно, там уже отец его ждет, большой костер, он там жжет эти книги, Библию жжет. То есть он уже отходит все дальше и дальше, ум за разом. И показывает, как он определяет книги. Вот книга говорит, Виктор Суворов говорит, это говорит лжец. Он там пишет, что Сталин там развязал войну с Гитлером, это все неправда. Войну развязала корона, развязали англичане там вместе с Черчиллем, как и все войны, это все неправда. И в костер, костер его. Так, это, так, дипломатия Генри Киссинджера. Это тоже все ложь, я тут прочитал, тут только одна правда есть, насчет демократии. Что демократия, такая специальная политическая система, придуманная для колоний. Что такое демократия? Это избирательность власти. Снима монархии, которая передается, специально власть избирается каждый какой-то срок, можно менять ее неугодную на угодную и как бы содержать эту страну, как колонию, эксплуатировать. Это тоже все. Остальное все ложь, тоже в огонь. Это Библия, такой-то перевод синодальный, Масарецкий тоже в огонь. И все жет в костре. Я заметил, что все эти книги, они вот в окружении Игнатия Тихоновича, самого Игнатия Тихоновича как-то почитается. Игнатия Тихоновича читает Виктора Суворова, самым лучшим историком. Он признает синодальный перевод библии, как и я, конечно же. И Генри Киссинджера тоже недавно приводил пример такого интересного там политика. И как раз Герман Стерлигов вот буквально недавно все эти книги сжег в костре. Как он показывает, действительно, как человек находится абсолютно на другом полюсе мировоззрений вместе с нами, вот, кто у нас тут находится. Я, конечно, Виктора Суворова считаю очень талантливым, интересным рассказчиком и писателем. Называть его там историком прям бы так не осмирился, конечно, что он какой-то историк правдивый. Но, тем не менее, мое наблюдение по Герману Стерлигову. Ну, еще кто? Делитесь, мужи, братья. Делитесь подвигами. Показывайте раны, шарамы на теле своем, причиненные вам. Как было на Первом Вселенском Соборе, когда приходили там епископы, написано, священники участвовать, и все были украшены какими-то ранами. Там кого-то пальцы там сломаны в тисках, там в гонениях, кого-то черепы там пробитые, там тоже за веру. Какие мужи были, участвовали на Вселенских Соборах. И после этого сектанты смеют там дерзать, что мы тоже толкуем священное писание. Что нам эти святые циклы, что нам там Златоуст, что нам там Василий Великий, там Ригорий Низкий, там Богослов, Феопан Затвор. Мы сами себе толкуем и нормально. Все Дети Божьи, все Духом Божьим движимы. Дерзать, сравнивать себя с такими мужами веры. Комментарий был. Екатерине Г. Принимай противоотечные средства, а противовоспалительные полоскания, соль, сволы, потом на прием. Доктору, помоги, Господи. Да. Очень ценный совет. Наверное, ошиблись с чатом, может быть. Мир вам. Хотела еще попросить молитву за мою подругу Анжелику. Она лежит в больнице, доченька ее заболела, Лилиана. Если будет такая возможность, хоть помните в молитве. Очень просила вас в молитвах. Так, Анжелика или Алиана? В больнице с Лилианой, со своей дочкой Лилиана. Лилиана заболела температура ее дочки. Понятно. Хороший, хоть интересный кому-то. Затем и ждем, что кто скажет что-нибудь. Мир всем. Хочу поделиться. Вышли на меня? Да, только не видно. И погромче можно чуть-чуть. Как слышно? Слышно уже хорошо. Сегодня интересное мероприятие. Ну как, не мероприятие, а такое, что мы после литургии в храме. Думаю, редко кто-то такое это видел. Но во всяком случае у меня первый раз такое. У нас после литургии вышел, значит, ну наш благочинный он или секретарь партии и вручал орден от митрополита нашему ректору русского драматического театра. За особый вклад в развитие общины, в развитие христианства. Там такая формулировка мощная. За такую формулировку прям прямиком на небеса, по идее, надо улетать. Ну и цветы там, орден там, фотографии. Дело-то не в этом, может быть, человек-то достойный. Смысл в том, что когда, оказывается, орден вручается в храме, то разглашается, то есть, типа, вот, присвоить, и все прихожане должны крикнуть «достоин». И такое, дело в том, что этого мы, тректора, первый раз вообще жители, ну и лично я точно в храме. И он потом на слове, да, он слово говорил, он говорит, ну я вот действительно первый раз в храме, и я вообще, говорит, не знаю, вот, недостоин я, недостоин, но буду стараться. В общем, первый раз человек на литургию пришел, и ему орден от митрополита. И вот это, когда должны были все кричать «достоин», знаете, так скуденько-скуденько там, женщины, кто нашего благочинного любят, видимо, там «достоин», так это немножко смешно оказалось. Ну, во всяком случае, вот, может быть, он и человек хороший, может, он какой-то другой храм ходит, или хорошие дела делает, тут я не спорю. Но было так внутри, мне как-то чуть-чуть не по себе, что он там потом признался, что в храме первый раз, а сразу вот как бы орден. Ну, мощно думаю, ладно, дай бог, видимо, какие-то тайные дела, а бог явно ему опоздал за тайные. Надеюсь, что человек хороший, но опыт вот такой интересный. Во всяком случае, у меня такого не было. Еще раз скажи, это он какой-то руководитель драматического какого-то там школы какой-то, театра какого-то, или чего? У нас большой русский драматический театр, областной, ну, большой театр для настоящего театра. Он директор его, вот. И он, я так понял, что он и глава русской общины. Какая-то община есть, я тоже не знаю, что за община. Ну, вряд ли я бы мимо этой общины бы подошел, я бы что-то знал о ней. Ну, вот, видимо, на базе вот этого русского драматического театра существует какая-то русская община. И она делает какие-то дела. Но смысл в том, что человек вот маловерующий, но крестился он там, всю литургию простоял там, к коне приложился. Видимо, человек верующий, я тут ничего не говорю. Но факт тот, что люди не знают его в храме. Люди не знают. Хорошо, мы поняли тебя. Насчет того, что к коне приложился, у нас это, в принципе, все, как бы, духовный опыт таких вот людей. Это у нас Виталий Крешко тоже там бодает головой эту икону. Чуть не разбил стекло там было такое в интернете. Все они умеют иконы целовать, бодать их головами. Теперь вернемся к драматическому театру. Что он какую-то общину там создал и совершал какое-то развитие христианства. Если по канонам священник не может быть женат на актрисе, если, допустим, человек, мужчина, он там женился на актрисе когда-то, даже девственнице, то он не может быть рукоположен во священника теперь даже. Потому что, ну, считается, как, ну, как, вообще, это ремесло актерства, это самая была всегда презреннейшая вообще профессия. Самая-самая. Это, ну, кто знает хоть немножко там что-то из истории, артисты, это были самые такие негодные, как бы, люди. Играли в масках там всегда в Древней Греции, вплоть там до 17 века. Мужчины только могли играть, женщин даже не было в театре, мужчины играли, женщин там, парики одевали. И все-все прочее. Лицидеи, да. И он зато Успра прямо говорит, что что такое театр, это школа сатаны. Человек принимает на себя личины какие-то, играет какие-то роли, просто развлекать кого-то. А сейчас у нас эти артисты, это как главные люди какие-то в мире. Они получают какие-то басосновные просто деньги, там, какие-то там выкупают акции, становятся, значит, все знают этого Уилла Смита, такой чернокожий актер, негр. Игнат Тихонович, он нравится по роли в фильме, я легенду он играл там. Он там однажды снялся в фильме «Люди в черном», потом он вошел все-таки в число продюсеров и добился, чтобы мы платили не просто за роль там однажды 20 миллионов долларов, а получать процент с прибыли. И он заработал только на третьей части, по-моему, 100 миллионов долларов. Ну, представьте себе, какие-то деньги. Это просто, ну, какие-то баснословные деньжища. И такие сейчас деньги зарабатывают, кстати, актеры. Ну, я беру самых таких вот, как бы, мировых актеров. И они выступают какими-то послами доброй воли, в каких-то организациях, там, какими-то там членами этих фондов каких-то, там, собирая деньги, дети матрики. Какие-то подсчетные люди становятся президентами, в конце концов. Там он был такой, там, не Трумэн, не Кисеншин, а как его там звали, в Штатах был. У нас, так что говорить, у нас в Украине. В Украине у нас Зеленский стал, Рейган, Рейган. Зеленский у нас стал президентом Украины. Хотя сам, ну, такого там шута на сцене играл, ну, уважающий себя мужчина такого не будет делать. А он там это спокойно все делал и в фильмах играл. Это все просто признаки этого мира, прелюбодейного и грешного, полного безумия. И их награждает, этих театралов, этих людей искусства, там, в церкви теперь, епископы. Так, плюнуть там под ноги таким людям не стыдно будет. С этим, епископы. Со всем ими. Брат, я, конечно, так, ну, говорю, что он там недостоин. Я говорю лишь о том, что он неизвестен лично мне. И я так понял, по прихожанам в храме, что он неизвестен большему количеству сегодня на литургии детей. Именно как благословитель, да, как добродетель. Поэтому вот у нас 26-го числа начинает воскресная школа. Но я и там хочу все-таки попробовать пойти, посмотреть, что будет вести. И при случае вот нашему благословительному обязательно этот вопрос задам. Как бы, за какие особые заслуги, в рамочах, прямо в послании от митрополита, было сказано, за особые заслуги в деле развития христианства. Я понял тебя. Вот Вячеслав Семенов скинул в чат правила 51-го, 6-го Вселенского Собора. Сейчас прочитаем. 24-м правилом этого собора воспрещено священнослужителям под угрозой низложения посещать театр и смотреть театральные представления. А этим правилом воспрещается ли вообще христианам представление комические, цирковые, балетные? За прегрешение против этого правила клирику угрожает извержение, а мирянину отлучение. Как на основании для этого за нара в толковании этого правила указывает возвышенность христианской морали, которая этим оскорбляется? Ну, так, 62-е правило. Значит, осуждается празднество, игры, ряжение с времен язычества. Понятное дело, что сказать. Сейчас, конечно, я сейчас кино заменил это все, мы кино-то смотрим. Ну, дело, конечно, это прямо в храме и священнику иметь отношение к таким людям. Вот, слушай, вот, брат тут говорил к нам, вот, посмотри в чате, вот, Вячеслав Семенов скинул хорошее правило, вот. 51-е, 6-го Вселенского собора, 62-е, 6-го Вселенского собора и места из писания хорошие. Вот, возьми это, распечатай и просто священнику покажи этому, не писк, передай там. Запомнишься ты у них надолго. Я тебе серьезно говорю. У меня долгое время был в друзьях священник, ВКонтакте, кажется, Николай там один, откуда-то там, из России, из глубинки. Случайно добавился однажды. Я смотрю у него в фотографиях, среди фотографий, кроме того, что он где-то в храме там с бабушками, он там где-то за столом, какая-то свадьба там, какое-то кафе там большое, там бар какой-то там, выпивка, еда там. Он сидит там в рубашке фиолетовой какой-то, я ему как скинул вот эти каноны, это давно еще было. У него эти фотографии сразу все пропали из этого, из его, из библиотеки. А столько сильно, я прям почувствую, как он под стол свалился от страха там. Никто такого не сказал. Так, освященник Ткачев, наоборот, призывает посещать театры и балеты. Ну, что сказать, Андрей Ткачев бывает, что Черны выдает, за всю жизнь расплатишься. А с него наслышано было. Уже не раз. Андрей Ткачев. Это наподобие, я знаю, откуда это все берется. Я общался, у меня был знакомый человек, брат, он окончил духовную семинарию. И я там начал говорить с ним. И чему их там учат духовные семинарии? Что человеку, прежде чем познать Евангелие, ему нужно духовно опультуриться. Я спрашиваю, как это? Ну, читать там Пушкина, Лермонтова, Толстого, там, не знаю, Некрасова. Я отвечаю, я говорю, что я до уверования, я читал столько литературы всякой, голове не в месяц. И меня это нисколько к Богу не приблизило, пока мне Евангелие не открыли. Такое, это мы учат священников в семинариях. Людям нужно, прежде Евангелие, это просто культурно обогатиться. Классика. И вот Ткачева, видимо, это тоже оттуда же идет. Он такой, он просто израцинируется как священник для масс, для целого народа, поэтому он, как бы, говорит для всех, ну, как бы, что, ну, безбожники пусть хотя бы в театр ходят, но, может, они в театре немножко оккультурятся. Он ему разве к этому призван. Он призван Евангелие проповедовать, а не безбожников оккультуривать. Окаянные, несчастные, что говорят-то. Да. Еще кто обрадует нас? У нас, как ни собрание, это какие-то очередные перлы духовенства. Куда еще можно ниже пасть? У нас в связи с ковидом, мы сейчас службы проходят на улице перед храмом, и вот динамики включили, и было очень интересно сегодня, что батюшка когда молится, а тут певчие поют, и слышно, как батюшка молится. Мы эти молитвы никогда не слышали, было интересно вообще. И к адилам уже батюшка к нам не подходил, потому что икон рядом нет, и бабушки не сгущались в середину. Ну вот. Почти как в Потеряевке. Замечательно. Я на самом деле очень рад. Это хорошее дело. Не зря сказали на Тихону, что просто нужно повесить замки амбарные на храм, и людей всех вывести сначала на улицу. В храме делать нечего. И учить там. Поэтому первый шаг уже сделал. Осталось только учить начать. Никто не ходил никуда, стояли все на месте. Красота. Я просто позавидовал. Хорошему. Красота. 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 Хорошо, да. Ровно часть дня, кстати. Замечательно. Сегодня мы пообщались все-таки, собрались, неплохо поделились какими-то событиями, делами. Через час еще занятия будут. Так что хорошее начало положили сегодня. Общение. Вспомним девиз сегодняшнего собрания. Жертва благоугодная Богу. Если имеем общение между собой, то кровь Иисуса Хреста очищает нас от всякого греха. Аминь. Спаси Христос. Наталья написала, что минут 30 собрание не растягивает. То есть больше 30 минут, когда тихо собрание не растягивает? Ладно, напишите. Пока помолимся. Благодарим Бога, Неразумного Православного. Напомните, как там сегодня должно петь это по завершению. Достойно есть уже можно читать? Или Ангела Пияша? Достойно есть. Можно достойно. Вот, кто-то там начал петь, пусть поет. Тихо. Пусть поет, Наталья. Пусть дочки споют. Давайте споем. Достойно есть якова истину. Вложите тебя, Богородицу. Приславляйте мою любимую и пренеборожную. И мать и Бога нашего. И снежья я родим. И славнейшим я знамением с нератным. День зрения Бога слава Рожьей. Душью, Богородицу у тебя, величайшая. Аминь. 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 Здорованное общение за Слово Твое Святое, которое дает нам истинное разумение. Благодарим тебя за Слово Твоим, чтобы проводить занятия, чтения. Скрипи нас, Господи, невидимыми братскими умами. Дай нам страх Божий благоговение перед Словом Твоим, чтобы совершать нам свое спасение. Страхи и в трепете перед Тобой. Хвала Тебе, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Спаси Христос всем участникам собрания. Через час, даст Бог, встретимся на изучении Библии. Аминь. Спаси Христос. Спаси Христос. Аминь. Благодарю. Спасибо.